Набережная от плотины ГЭС до реки Ушаковки. В Иркутске появится 11-километровая благоустроенная пешеходная зона. В прошлом году проект поддержал Совет Федерации. Мэр областного центра Руслан Блотов уверен, ангара, одетая в гранит, не только про красоту и прогулки, это еще и безопасность для горожан. Мы буквально два года назад перестали здесь серьезное подтопление, более 1200 земных участков было подтоплено в общем-то в той части города и здесь. Что в общем говорит о том, что береговое укрепление должно быть достаточно серьезным элементом. Сейчас уже готовы документы на берегу укрепления Цесовской набережной. Город ждет включения проекта в госпрограмму и реализации в 2025-2027 годах. В мечтах, признается мэр, благоустроить оба берега. Но начнут пока с правого. Улица Баррикад сегодня в Иркутске важная дорожная артерия, а совсем скоро станет еще и одним из главных сосудов в инженерной инфраструктуре города. Здесь проложат тепловой луч. Его строительство позволит не только уйти от угольных котельных в предместе рабочим, улучшит экологию, но и даст мощный импульс к развитию территории. Мы же говорим не только здесь о тепловом луче, в том числе здесь и канализационный луч появляется. И это во многом решит проблему со стоками в этой части города, потому что у нас через год заканчивается строительство правобережных очистных. И соответственно вот те решения технические, которые здесь будут применены, позволят все эти стоки собрать централизованно. Весь наш этот район, как мы называем предместе рабочий, он конечно получает новый импульс для развития. Причем настолько сумасшедший, что даже сегодня представить сложно. Здесь может появиться больше миллиона квадратных метров жилья, социальные объекты, школы, садики, больницы, спортивная инфраструктура. В Иркутск сенаторы приехали по приглашению губернатора Игоря Кобзева. Во время Дней Иркутской области в Совете Федерации им презентовали несколько проектов. Стройка Суворовского училища, нового корпуса детской областной больницы и межвузовского кампуса. Тогда их поддержали. И сегодня уже на местах сенаторы смотрели промежуточные итоги. На совещании дали оценки, советовали как эффективнее решить возникающие проблемы. Проекты, которые были записаны сегодня, на сегодняшний день в Совете Федерации, большинство из них, они отработаны на том качественном уровне, который позволяет сегодня переходить к главному этапу финансирования и реализации этого проекта. Помощь сегодня сенаторов заключается в том, что вы видите, как границы сближаются с правительством Иркутской области, с правительством Российской Федерации. То есть они в этом части выступают очень серьезными коммуникаторами и, ну не побоюсь этого слова, в какой-то части лоббистами Иркутской области на федеральном уровне. Ирина Белогривая, Константин Синицын. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok